Ну, при общении вообще к этой работе, к этой профессии, у меня произошло рано. Я вообще очень рано, в раннем детстве, можно сказать, но рука как-то сама потянулась к перу. Вообще я писала, где-то с четвертого класса, какие-то мысли, у меня был специальный блокнот, почему-то мне нравилось записывать мысли какие-то, я где-то услышала что-то. А первая публикация вообще моя вышла в газете, в районные, Новый пульт называлась, в Камышинском районе, в 67-м году. Мне было 12 лет. И, собственно, страна готовилась к 50-летию октября. И мне тоже хотелось что-то вот тянуло написать мне. И, ну, как вот дети мечтают, вот тогда телевизоров не было, вы помните, да, и о больших городах, вот о каких-то поездках, вот вырастим, вот туда поедем. А мне почему-то нравилось там, где я живу, мне почему-то все нравилось, вот в моем селе, в Камышном. И я написала заметку «А я люблю свое село». Так и называлось оно, и оно вышло в районной газете, я просто написала о своем селе, о той улице, по которой я каждый раз хожу в школу, о своем, о своих друзьях. Ну, такая маленькая заметка. Вот это была первая проба пера, и тогда мне было 12 лет. И, собственно, с этого началось. Вообще дорога начинается с первого шага, да. И потом я начала уже более комфортно как-то себя чувствовать в детской газете. Была газета «Дружные ребята» республиканская, пионеров и школьников. И я начала потихоньку писать туда о проведенных каких-то утренниках, об интересном уроке, о субботнике. Это даже как-то вошло вообще как-то очень естественно в мой план жизни. И к концу 10 класса у меня уже было около 40 публикаций. И, собственно, путь у меня как-то определился сам собой. Я поехала поступать в Казгу на факультете журналистики. Собственно, вот так вот начало. И попали в журналистику. Да, да, да. Ну, а теперь скоро праздник Дней независимости. В 86-м году, в 16-м декабря, в это время вы были в Алматы. Вот расскажите об этих событиях. Как получилось? Вообще, когда вот речь заходит о Дней независимости, о празднике, да, у меня такое ощущение сегодня, что у нас вот в стране, это не только в городе, как бы не знают, как вообще оформить или как провести вообще вот этот праздник. Он независимости, наверное, все-таки что-то недоработано, что-то не понято. Во-первых, я считаю, что День независимости – это один из важнейших государственных праздников наших. Потому что вот, сами поймите, это… Есть вот другие праздники, да, какие-то, ну, Новый год, скажем, там, День, там, Новый, да, это вот понятно. Да, да, да. А вот этот вот день, он требует к себе какого-то вдумчивого подхода. Во-первых, он требует осмысления вообще. Что такое независимость? Вот независимость в жизни каждого человека. Свобода. Свобода – это такая ценность вот в жизни человека, как сама жизнь. Во-первых, человек рождается свободным. Человек рождается свободным. И в течение жизни он всегда будет стремиться к свободе. Она – свобода в разных хипостасях, в разных уровнях. Поэтому, ну, история такова, наша эмоциональная история такая, что любой камень нашей истории трой, из него будет сочиться кровь. Сколько существовали казахи в этом подлунном мире, они все время отстаивали свою территорию, они все время отстаивали огнем и мечом, кровью, ценой жизни, свое право на территорию, на самобытность, на право присутствия на этой земле. Мы могли миллион раз погибнуть, мы могли вообще, как бы, ветры, суровые ветра истории таковы, что мы могли быть сметены вообще-то. Сколько погибших цивилизаций, но мы есть. Благодаря чему? Потому что вот этот перманентный процесс вообще борьбы поколений за то, чтобы отстоять эту свободу, он всегда, он никогда не затухал, он всегда развивался. Ну, так сложилась вот наша история советская, мы были в составе республик, да, Советского Союза. Мы не были свободны, мы в определенной степени были свободны, а потом мы были же все, подчинялись центру, Москве, да, мы жили как бы в дружбе, но по остаточному принципу. Ну, как будто бы, как знаете, вот все-таки с барского стола что доставалось, хотя трудились в поте лица. Поэтому я считаю, и так сложилось объективно, что без крови, без ничего, вот в 92-м году мы обрели вот эту независимость. И тут встает вопрос. Вы знаете, независимость, свобода, это такая категория, почему я говорю, надо осмыслить, осознать. Во-первых, свобода это осознанная необходимость, но она и осознанная ответственность. Встает вопрос, а что делать с этой свободой? Вы знаете, есть известная строка у Пушкина, да, он гений тоже, да, поэт. Вот, зачем рабам дары свободы? Вот рабу свобода не нужна, не нужна она ему. Для него это проблема. Для раба свобода это проблема. Ага, ну я не провожу прям буквально аналогию с этой строкой, но вот эта проблема, она существует. Вот что нам делать с этой свободой? Мы до сих пор еще не осознали, что нам делать. Какова эта свобода? Вот дни независимости, когда мы празднуем, мне кажется, на всех уровнях вообще надо вести разговоры хотя бы, размышления, дискуссии. Мы должны общаться, что такое свобода в нашей жизни. Понимаете, не бывает так, каждый по-своему вспоминает эту свободу. Ну, свобода, во-первых, она должна быть на что? Она должна быть на что нацелена? На то, чтобы человек, каждый реализовал свои возможности, способности. Насколько мы реализуем? Сегодня подавляющее большинство молодежи стремятся к успеху, стать успешными, сделать карьеру, что-то добиться там успехов в бизнесе. Мы всей страной куда-то стремимся попасть в число каких-то развитых стран. Но меня всегда вот это вот как-то побуждает вот к размышлениям. А мало говорят, вот жизнь человеческая, вещь, это должно иметь смысл. Ну, добился ты. Ну, стал ты, был рядовым клерком, да? Ты стал там заведующим отделом, ты что-то. А какой смысл? Ведь жизнь человеческая, я понимаю так, в общем-то, это истина, которую не я открыла, она давно существует. Она заключается в том, чтобы человек, раз родился, он оставил какой-то след. Обязательно на этой земле какое-то добро, понимаете? Вот у меня в этом году очень грустный год. Ну, пандемия, помимо того, вот осенью ушла из жизни. Моя подруга, мой близкий человек, это выдающийся ученый, генетик Айгуря Бугалиева. Ну, вот она в октябре ушла из жизни. Человек, который так много сделал для страны, понимаете, у нее не было славы Филиппа Киркорова. Но это человек, которого ценил научный мир на всей планете. Она журнал Forbes. Ее назвал одной из, как ее назвал, в числе самых цитируемых ученых. Это был очень крупный специалист по определению качества зерна. Она много сделала для того, чтобы вывести новые сорта. Когда мы берем хлеб, в каждом кусочке хлеба, это труба и гуль. Понимаете, я к чему говорю? Человек очень скромный. Человек, который всю жизнь, всю сознательную жизнь, она вообще выпускница КАЗГО, биофака, она провела в тиши лаборатории. И она для человечества сделала столько, сколько не сделали институты, может быть. Вот это свет. Вот это свет. Вот этот человек реально, полновесно, как сказать, реализовал свои свободы. Вот это свое право на свободу она реализовала. Она заполнила жизнь свою смыслом. Она сделала для людей столько добра, сколько, наверное, не сделали какие-то большие группы людей. Вот о чем я. Вот сегодня, когда мы говорим, мы независимы, мы свободны, мы сегодня так много... Меня вот немножко коробит, что так много всего развлекательного. Я понимаю, что в жизни бывает и смех, бывает юмор. Я вообще-то человек, который обладает чувством юмора. Но, вы знаете, теряются какие-то вещи, о которых вообще надо задумываться. Вот, допустим, вот эта вот независимость, вот это все вокруг. Вот американцы считаются, ну, одной самой демократичной страной, да, которая всему миру диктует, как надо жить. У них свобода, у них статуя свободы, да. Ну, один из публицистов американских, Ральф Эммерсон, он в одной работе, он тоже, это было пару веков назад, он говорил, меня очень коробит, когда американцы в день независимости 4 июня, они начинают... 4 июля. Они начинают веселиться, там, пить шампанское, и, в общем-то, праздновать. А я считаю, что этот день должен быть день поста и молитвы. Я тоже считаю, что день независимости – это очень глубокий, это очень такой праздник, который должен возвратить нас к самим себе. Потому что независимость, она хотя бы в 92-м году прошла как-то, ну, так, нам некуда, скажем, было деваться. Да. Нас просто выкинули из этой зоны, из Рублевой, да. И мы вдруг стали свободными. И даже немножко растерялись. Но, слава Богу, у нас был мудрый президент и мудрое правительство. Мы вышли из этой зоны кризиса, и мы начали строить независимость. Но есть такое... Вот у меня есть одно эссе, оно называется «Упаси нас, Бог, потерять под ногами землю». Я за что радую? Когда мы стремимся, мы все стремимся куда-то. Мы все стремимся доказать. Доказать, что мы вот такие. Вот чтобы нас не считали, что мы там есть пленень и мумба-юмба, да. А мы вот такие цивилизованные. Мы очень... Мне кажется, ничего не надо доказывать. Не надо свою ценную энергию, энергию свободы. Не надо, ничего не надо доказывать. Просто надо жить. Просто надо обрабатывать свое поле. Надо вот как айгут выращивать прекрасные сады. Подметать свои улицы. Друг другу говорить добрые слова. Вы знаете, так много... Что такое независимость? Что такое свобода? Вообще для чего она? Она для того, чтобы человек почувствовал себя счастливым. Чтобы ему было комфортно в обществе. Понимаете? И в этом процессе должны участвовать не только политики, скажем. Или там правительство, там Акимы, госслужащие там и другие служащие. Каждый гражданин должен участвовать в процессе утверждения независимости. То есть как? Мы должны больше заниматься собой. Мы сейчас все время следим, понимаете? Следим за новостями. Мы не можем без новостей. Мы следим, что у нас случилось. Что там... Мы следим, сколько там у нас процентов, в общем, там, вот, там, пандемия растет или нет. Да. И мы забываем вообще о себе. Вообще самая интересная политика, которой человек должен заниматься, это политика внутри себя. Познание себя. Потому что, если ты себя не знаешь как, что ты можешь предложить этому миру? А этому миру ты обязательно должен что-то предложить. Ты обязательно, раз ты живешь в этом обществе, ты обязательно должен сделать что-то полезное. Да. И даже в сфере общения. Да. Чтобы подарить любовь, надо взрастить эту любовь. Понимаете? Что такое любовь? Это энергия здоровья, энергия общения, это энергия счастья, это энергия изобилия. У нас есть каналы, да, телевизионные. Вот, допустим... Да, собственно, не один это КТК, да? Но вот эта итоговая программа Артура Платонова, она вообще вызывает нездоровые вибрации у зрителей. Я вот не знаю, я понимаю, что не все ладно в нашей жизни. Но, понимаете, в течение суток бывают сумерки, да, бывает ночь, но бывает рассвет. Бывает знойный прекрасный полдень, да. Но когда ты садишься воскресным вечером, и ты включаешь портрет недели, и там за гробным голосом этот симпатичный, симпатичнейший молодой человек, Артур Платонов, да, когда он за гробным голосом, как будто он только что встал из гроба, и он начинает свое вечернее вещание, ну, я не знаю, ассоциации очень сложные, да. Я заметила, у него есть определенная категория слушателей. Это, как правило, это люди пожилого возраста, которые недовольны пенсией, недовольны жизнью. Вообще есть такая категория людей, которые все время чем-то недовольны. И погодой, понимаете, всем. А если что-то хорошее, они просто не хотят это говорить. Не хотят. А когда что-то плохое, ну, у них загорается. Вот именно вот этот контингент, это контингент, то есть электорат Артура Платонова. Может быть, как-то все-таки настала пора, вообще-то мы же граждане, мы телезрители, наше мнение тоже должно учитываться. Вообще с этой программой как-то надо пересмотреть какие-то... Может быть, чуть-чуть солнца, может быть, чуть-чуть любви, может быть, чуть-чуть доброты. Ну, это мое мнение. Оно, конечно, может оспариваться, но я имею, как сказать, во-первых, право высказать свое мнение. Во-вторых, ну, уважаемый Артур, я считаю себя одной из осведомленных людей, дорогой мой журналистик в отечественной. Ну, и пройден... Я профессионал, я выпускница в Казгу, я училась у прекраснейших преподавателей, я ученица Михаила Анатольевича Дмитровского, если же кому-то это имя что-то, о чем-то говорит. Ну, сам Байкабашич Казбаев сегодняшний, здравствующий. Да. Я думаю, эти люди, они бы согласились со мной. Понимаете? Журналистика должна нести свет. Даже через темный тоннель. Она должна заглядывать и в подвалы, но она должна нести свет. А в телевидении все имеет значение. Все имеет значение. И твой зрительный, твой портрет, и слуховые вибрации, которые действуют на зрителях. Все это имеет место быть в нашей жизни. Все это относится к теме независимости. Независимость – это бесконечная тема, поэтому о ней надо говорить. А что касается событий, событий. Ну да, я училась, была слушательницей высшей партийной школы. Это был декабрь 1986 года. Нас сняли с занятий. Мы были чуть постарше, чем студенты. И сказали, пожалуйста, поедите на площадь. Паршкола находилась рядом с Домом правительства. И там, ну, успокойте молодежь. Ну, вроде вот какие-то там выступления несознательной молодежи. Но на самом деле это оказалось не так. Да. Мы были на этой площади. Это слушатели высшей партийной школы 1986 года. Если кто слушает, они поддержат. Все были на площади. Мы слышали выступления на трибуне. Членов правительства. Кстати, вот Роза Багланова, наша народная артистка. Плакала она. Она плакала, она просила разойтись. Она как женщина. У женщин всегда интуиция развита. Она как бы боялась, что все это выльется в какую-то трагедию, как оно потом и случилось. Да. Да, вышли сказать, вот молодежь не согласна с решением ЦК, что вот Колбин, а почему у нас в Казахстане разве нет? В смысле, это выступление, в общем-то, идея, идея была здравая. Но случилось так, как случается всегда, когда даже прекрасную идею, когда несет толпа. Толпа – это понятие, категория очень опасная. Толпа – это она не предполагает какие-то правила. Она всегда несет какое-то зло, понимаете? Поэтому, конечно, без трагедии не обошлось. Часть молодежи погибла. В таких случаях, когда обязательно государство существовало всегда. Всегда – это аппарат силы, всегда подавление, всегда будет. Это было не только в Алмате, это было всегда в истории. Какое-то выступление, несанкционированное, оно всегда будет подавляться. Поэтому, ну, такое вот было в нашей истории. То, что вот вышли вот так, да, я не говорю, что это правильно вышли. Ну, случилось так. Я против того, чтобы была спекуляция вот на этом. И почему-то вот это событие, оно как-то, даже сейчас, оно как-то об этом говорится вскользь. И оно как бы как-то скороговоркой. И почему-то нет, как, ну, оценку давали, как бы оценку, анализ, да? Но нет полного осмысливания вообще. Вообще, что произошло? Даже об этом, мне кажется, надо говорить в школах. Надо все-таки… Нужна какая-то работа, понимаете, по этому поводу. Потому что это наша история из песни слова не выбросишь, да, не выкинешь, да? Это наша история. Да, это было. Поэтому мне немножко даже вот досадно, что мы говорим, допустим, о войне, да? Мы говорим там о каких-то вот таких трагических… Ну, о трагедии нашего народа, там, 30-е годы, да? Об этих событиях всегда как-то чуть-чуть. Может, есть какая-то причина в этом? Я считаю вообще, истина, она всегда должна все-таки… Человек должен все-таки стремиться докопаться до истины, да. Важно все-таки говорить о том, чем были одержимы, почему это произошло. Пусть будет больше мнений. Пусть молодежь хотя бы задает вопросы. Хотя бы задает вопросы. Сейчас и вопросы не задает молодежь. Я, кстати, в то время, в то время я, ну, имела неприятности. Я, учась там в школе, я проходила вот практику в казахстанской практике. У меня там были конфликты внутри редакции, внутри самой партшколы. Я, кстати, закончила с отличием в высшую партийную школу. Меня ректорат оставлял на кафедре философии. Я с отличием закончила. Но тогда был ЦК, и поэтому это утверждение проходило в ЦК. И я не прошла, потому что, как мне объяснили, вот эти кандидатуры лично рассматривал Колбин. И он сказал, я не против, я не против. Ну, хотя бы интернациональная была семья у нее. Понимаете? И я не прошла, вместо меня прошел, ну, другой кандидат. У него, он казах, Жолмбет Майш, Юлис. А у него жена была немка. Ну, пожалуйста. Вот такое было. Это отголоски некрасивых событий. Я, кстати, видела и Колбина. Была на съезде журналистов. Седьмой был съезд журналистов. Я была участницей. Он выступал там. Он не скрывал, он говорил, да. Насилие было. Ну, я, говорит, я солдат. Я солдат партии. Мне что сказали? Такое указание получилось в Москве. Да, такое это. Были саперные лопаты, были водометы. Все было. А впереди праздник. Ваше пожелание к устанайцам, коллегам, нашим коллегам, к утработникам, которые тоже многое делают. Да, на этот тяжелый период они работают, много мероприятий проводят. Неделю около 170 мероприятий района проходят. Это и викторины, это и концерты, это и беседы. Это и встречи, это и, само собой, мастер-классы, семинары. Ваши пожелания нашим коллегам. Знаете, я родилась, прожила энное количество лет, трудилась и проживаю, слава Аллаху, на своей родине. Я уроженец Кустановской области. Поэтому мне здесь все дорого. Ну, конечно, это наша земля, наши люди, коллеги, друзья, соседи, я не знаю, соратники, единомышленники, наше старшее поколение, которое столько внесло. Поэтому я, прежде всего, желаю благополучия, здоровья. Как вот говорил наш академик Кинжирави Сарадиев, люди не хотят жить долго, вечно, да? Они хотят жить долго и счастливо. Я вот хочу пожелать, чтобы долго и счастливо жили мои земляки, да и вообще все казахстанцы. И, ну, все, чем они занимались, воспитанием детей, выращиванием хлеба, допустим, да, там художники рисовали картины, ну, всем, чем занимается народ, все оно приносило, было благородным. Чтобы все приносило какие-то благие перемены в нашу жизнь. Хотим мы этого, не хотим, задумываемся или нет, мы все-таки призваны, миссия наша человеческая, преображать эту жизнь. Ее делать лучше и лучше. И каждый из нас вполне может что-то сделать. Я желаю вдохновения, вдохновения, поиска, чтобы воплощались все лучшие проекты, чтобы, ну, мы, как сказать, мы были счастливы, чтобы мы ощущали себя каждый день более счастливыми. Вот я вот это хочу пожелать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Мы хотим пожелать вам здоровья, творческих успехов, мы всегда к вам обращаемся, вы нам подсказывайте, помогайте, мы все равно ориентируемся на вас, так что вам здоровья, благополучия и творческих успехов. Это от коллег, от всех.